Здравствуйте! Раз, два, три, четыре, пять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Поэт... Продолжение следует... 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 И славит... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И... Продолжение следует... 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 скажем переводчик албы шарапова а есть гриша а может быть хочется предварить вот грядущую часть нашего вечера вот Алёша ну это просто человек конечно в литературе но я бы сказала что умеющий все вот нет такого жанра в котором он не писал если он скажем не написал роман или не написал какой-то большой там трех или четырехах пьесы то это опять же не потому что он этого не может а потому что как-то временем это ну не очень нашим востребовано а материал для этого тоже есть в том что он делает и вот интересно что очень многие ну вообще конечно вот муза истории она сопутствует всегда его экоэтической музе при этом вот это вот вот этот вот кокон из которого вот творится вот его слова он заложен в его детстве в то же время вот это вот это еще прорастает в большую историю вот такая конечно отличительная черта его работы и вот он пишет очень много биографических таких вот литературоведческих разборов вот этого целая книга посвящена дыхание речи и здесь он пишет прочтение поэтического текста если здесь скажем есть статьи о Бунине и Богове но для него они тоже поэты вот все целое то есть Бунин и как стихотворец но он их просьба для него он тоже поэт ну вот интересно что вот самую так сказать одну из самых объемных своих книг он посвятил человеку который не был поэтом посвятил ему но который который был отцом большого поэта Марина Ивановна Цветаева Ивана Владимировича Цветаева и вот интересно что ну тут может быть есть такое мистическое совпадение что Иван Владимирович Цветаев он был ровно на сто лет старше Алексея Смирнова может быть это тоже вот и кроме того он был ученым и вот это вот такая вот страна просто по нашему невежеству закрытая для нас а Алеша он конечно еще вот ученый химик и здесь тоже он огромную работу делает и вот это вот жизнь ученого она как-то вот ему оказалась вот она оказалась созвучна потому что для него вот созидающее начало вот в творчестве оно важно и вот как он вот в таком вот заключительном слове он пишет что это вот был и тот человек который подрывал основы этот который вот спускался спускался в катакобы там вот в этой вот сырости вот делал эти копии своих работ это уже не светает уже да нет ну не он делал а вот просто наблюдал вот за ним и вот немножко просто о типе его поэзии вот его стихотворство это с одной стороны вот он такой мастер конечно такой вот развернутый метафора ну вот хочется просто прочитать городские старые ворота есть у вас неразгаданное что-то скрытое в покачивании хрипе легком вздохе коротком скрипе вы сосновой плотничьей работы величавы ваши повороты не словцу а целое речение разве расставание вороченье приотворенные полураскрыты в обложку книжки позабыты а за вами белая страница тонкий наст как первый лист лучится свежий снег он только-только выпал чистый двор как типографский титул а на нем разбросаны без спешки крупные как буквица полежки жизнь еще не читанная книга станет вся от мига и до мига предо мной за створкой переплет лишь бы не захлопнуть свору вот вот модуль глубины он всегда подчеркивает это вот есть есть у него такое стихотворение вот что мы правы тем что вот не поставили на туза не вытянули этого туза зато вот нам далась глубина и причем вот так вот он не судит вот этого удачного человека потому что он в нем тоже живет он его любит ну вот и вот не струсит перед глубиной и тот человек ну вот на этой глубине он не освоится а вот мы может быть где-то и арабеем в первый момент вот это вот вот это наши стихи ну и еще вот одно стихотворение прочитаем солнце мое красный закат голову ты клонишь с высот кто же тебя кричит назад за горизонт за горизонт где-то живет гонз вдали робоко тихо а призовет и потечет дней наших клин за горизонт за горизонт легкой рукой кругом ведя вечной любви краток полет но без меня не уходи за горизонт за горизонт за горизонт теперь друзья мои мы переходим вот к той уже завершающей части но она все-таки не такая уж коротенькая я вам прочту некоторую новую прозу она тоже связана с прозой о детстве в 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 Субтитры делал DimaTorzok Располагалась 41-я школа с небольшим садом, как это полагалось в Патриархальной Москве. Маленьких нас водили туда смотреть листопадами. Мы бегали под деревьями, собирали желтые и красные с обугленным краешком кленовые листья. Увидание природы не печалило нас, потому что мы его не замечали. А сад после класса доставлял радость, беготня, боля, факел листвы над головой. Когда-то Вера Ивановна Державина, железная старуха прежней закалки, как клещами зажимала правилами русской грамматики все классы с пятого по седьмой, а на уроках литературы обращалась к нам. «Что вы знаете, кроме первого обыденского переулка?» И сама же отвечала «Второй обыденский». А дома ее ждала больная внучка, которая числась в нашем классе, но не была ни на одном уроке. Когда-то Мишка Беридзе, знаменитый на всю школу головник и увольни, тяготившийся своей кличкой жертвец Промсосиска и отвечавший любому обидчику, даже самому тощему, «А ты жертвец Промсарделька!» Этот Мишка кричал мне с этажа на этаж снизу вверх, выглядывая в лестничный проем. «Алеш, выходи на третьем уроке, меня выгодят!» «Когда-то Федор Иванович Меркуров, учитель физкультуры, называл нам внову маршировавшим по залу друг за другом первую фамилию двухфамильной знаменитости, а мы должны были хором угадать вторую. «Римский», — веселился Федор Иванович, «Корсаков дружно подхватывал марширующий класс, Мамин, Сверяк, Новиков, Рибой, Мельников, Печерский, Миклуха, Маклайм, Минин и Пожарский» Попадался кто-нибудь на удочку физкультурнику. «Когда-то учительница рисования Жанны Ивановны, женщина с английским терпением, прежде чем поставить кол, ставила карикатуристу два, потом два с минусом, с двумя минусами, и только после этого кол. А не упал Жаннов, физик, поманив ученицу в доске, не спешил спрашивать по учебнику, сперва интересовался, но, Любочка, как настроенница? Не скажу. Не болит ли чего? Не скажу. И уж тогда, между прочим, переходил к Ньютону Леону, когда он влеплял парню, глаза его сияли от удовольствия, лучились добротой, ставя тройку, с улыбкой приговаривал. «Ничего, золото, не расстраивайся, тройка тоже государственная оценка». На четверке хмурился, а рисуя пять, ворчал. «Учишь вас, учишь, не учи, все равно, черта не знаете». Однажды наша классная Наталья Матвеевна Тарусина задумала приобщить нас к высокому искусству. В доме одноклассницы мы слушали первый концерт Чайкутского. Нас, кое-как промаявшихся до конца, с последним аккордом, как ветром сдуло. Гремя башмаками по старинной барской лестнице, мы помчались в соседний дом, к добродушному озорняку Вовке Бауму, у него на рентгеновской пленке с изображением рудной клетки, которую он назвал женской, и мы охотно поверили. Была записана блатная песня про то, как некий кавалер польстился на прелести ночной красавицы, но она не оправдала его надежды. Утром красавица предстала к его старухе. По рентгену было четко видно, насколько старуха костляла. Бедный Петр Ильич не выдержал конкуренции, музыка на костях взяла верх. Когда-то Лариса преподавала нам античность и сама казалась греческой Матроной. Крупная, черноволосая, смуглая, со скульптурными формами. На коричневатой картинке в учебнике истории древнего мира мы нашли похожую даму. Девочки обрежали ее в густые чернильные ожерелья, а мальчишки награждали бусарскими усами. Утром и старичка приходила из дому томная, усталая, поднималась по ступеням как-то боком. Опытный Валерка говорил, что это ее так муж любит. Некогда мальчик по прозвищу Валека, бледный и печальный, как романтический рыцарь, страдающий от невзгод послевоенного быта, приносил в школу литровую бутылку со щами и медленно выпивала ее на большой перемене из горлышка, встряхивая время от времени, чтобы вареная капуста не забивала узкий сток. А у школы Валеку поджидала мама и тетя, всегда поджидали, всегда державшиеся под ручку, как графини вишенки, одинаково худенькие, в одинаковых борговых польтецах и черных ботиках. Они боялись, как бы на мальчика не напала хулиганьон, подойдя к сыну и племяннику, они, как телохранительницы, с двух сторон брали его под руки, так он и шестал между ними, тоскуя, но не смея возразить. Некогда дед моего приятеля, маленький горбун, читал нам на сквере над птицей, детектив по страничке, печатавшейся пионерской правды. На левом мизинце у горбуна был специально отрощенный ноготь, длинный, желтый, как у китайского мандорина. Этим ногтем он подчеркивал строку, на которой останавливался, когда приходила его жена, статная седая дама. Он сильно не доставал ей до плеча и был похож на ритке хохолка, рядом с немолодой, но еще прекрасной принцессой. Они удалялись, унося с собой тиссу, недочитанные тайны которой меркли перед непостижимостью этой загадочной пары. Мы идем по углам. В нашем классе некоторые ребята занимались музыкой. В Алкане классно играл на пианино, а на пионерских линейках выступал в роли барабанщика, сопровождая знаменосца Блюма. Колобок учился на баяне, я на гитаре, и вот мне захотелось устроить джаз. Это, конечно, был джаз в кавычках. Всего три джазмена. Колобок, баян, я, гитара, валканя, ударные. Ни трубы, ни саксофона у нас не было. Правда, был в запасе пионерский горн, но, во-первых, в него, из него, кроме силача филата, никто не мог ничего выдать, а филат умел только хрюкать, а, во-вторых, горн служил символом пионерии, но совсем не джазовым инструментом. Старшая пионер-вожатая Пеночкина никогда не дала бы его в джаз и даже возмутилась бы самой мыслью использовать реликвию как развлечение. Поэтому перед новогодним вечером мы репетировали втроем. Собрались у меня дома после уроков, когда соседей не было. Колобок вынул из черного футляра огромный баян, я достал из чехла гитару, волками примастился у подоконника с барабаном и металлическими тарелочками. А Юрик, недавно попавший к нам с Камчатки, пришел просто полюбопытствовать и поболеть. Он ни на чем не играл. Для исполнения мы выбрали две песни. Первую, лирическую, «Московские окна». Долго не могли ее начать, все перешучивались, но как только колобок развернул меха, и мелодия полилась, наполнив комнату до краев. Все обомлели от красоты и силы звучания. Волканя опоздал вступить, а я вообще отложил гитару, ее бы и слышно не было. «Ну, колобок ты даешь!» — восхитился Юрик. «Просто гигант, только играй потише. Ребят, я тоже хочу участвовать. На чем вы мне таком?» И я придумал, чтобы Юрик стучал на ложках. Есть же целый ансамбль, лошкарей, а тут, правда, один Юрик, но зато комочидал. И ноты не нужны. Бери ложки, достучи в ритм за отсутствием деревянных. Я достал из шкафа две мельхиоровых, и репетиция пошла полным ходом. Я любуюсь вами поначалу, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с ранних лет, и его милее нет московских окон, негасимый свет. Пел я, аккомпанируя себе на гитаре, в алкане подрабатывал ритм, шуршание телочками по тарелочкам, колобок выводил мелодию, а Юрик стучал на ложках, краснее от удовольствия. А еще его веселило, как бы колобок не прищемил себе нос мехами. Глаза колобка, два синих блюса, сияли над самым баяном, а курносый нос почти касался верха мехов. Но колобок был на чеку и носа не вешал. После московских окон принялись за вторую песню. На свой страх и риск взяли не эстрадную, а дворовую «Мы идем по лугваре», исполнявшуюся в ритме рок-н-ролла, запрещенного американского танца. Юрик пришел в полный восторг от рока и не столько стучал, сколько отплясывал, избиваясь между столом и шкафом. Он сказал, что это надо обязательно записать на магнитофон на следующей репетиции. Но следующей репетиции не состоялось. Колобок был занят, а без него какая музыка. Зато неукоснительно состоялся урок географии, на котором залуч Рина Ароновна вызвала к доске кончидала, и тот поплыл между Северной Америкой и Южной. Рина Ароновна была учительница строгая и не позволяла ни на что отвлекаться. Она чувствовала даже молчаливое отвлечение. Стоило мне задуматься, надо ли давать вступление к московским окнам, как Рина Ароновна немедленно вмешалась. «Алеша, вернись в класс!» А уж Юрий на все отвлекался. Он мог стоять у доски на уроке географии и чесать себе лопатку указкой, размышляя о том, поменять ему мельхиоровые ложки на деревянные или так оставить. «Яснецкий, найди на карте Монтовидео!» требовала географичка. А он и не знал, что это такое. Озеро, вулкан, гордая гряда. Где его найдешь? Карта большая, на всю доску. «Мы идем по уруглами!» тихо пропел с первой парты колобок свою музыкальную подсказку, как бы совершенно бесцельную, для собственного удовольствия. «Монтовидео?» Ну, это такое, в общем, с уруглаем связанное. Борисову в журнал «Точку». Еще одна подсказка и будет два. А тебе, Яснецкий, надо бы поставить двойку сейчас. Новый год не хочу портить. А в четверти упавшим голосом спросил Канчидал. В четверти? Три. «Но смотри у меня!» «Ура!» — крикнул Юрий, перекрывая звон коридорного тонка. В актовом зале горела огромная до потолка елка. Ребят набилась чуть не вся школа. В первом ряду директор, Пеночкина, Рина Ронни, наша классная Наталья Матвеевна, другие учителя. Идет праздничный концерт. Малыши танцуют в полечку. Старшие читают стихи о родине, о партии, басню Крылова. А в конце ведущая Зинули из шестого Б неожиданно для всех объявляет. Выступает джаз-оркестр. Когда ребята увидели на сцене баян, гитару, тарелочки, они уже заерзали от предвкушения. До этого в школе, кроме горной барабана, звучала только расстроенная пианино, на котором учительница пения, баба Соня, разучивала с малышней смело товарища в ногу. А тут гитара, тарелочки, московские окна, совсем другая музыка, все хлопают, все возбуждены. Но и директор Юлий Константин улыбается, кивает Ирине Ароновне, мол, вот как, молодцы ребята, ценная инициатива, настоящая художественная самодеятельность. И всегда строгая Ирина Ароновна снисходительно щурится в ответ. А когда джаз глянул «Мы идем по уругваю», все повскакивали, завопили от радости, так что слова потонули в шуме. Какие слова! Мы идем по уругваю, ночь, хоть и выкали глаза, слышны крики попугаев, обезьяньи голоса. Тут Юрик прикрыл рот ладошкой и, вибрируя, пронзительно завизжал, как макака в джунглях Южной Америки, а в алкане разразился барабанной дробью, подкинул палочки, как жонглер, поймал их на лету. Если вкалывать, как негры, от зари и до зари, мы Америку догоним года за два или три. Такого школа не видала и не слышала от радости. По уругваю прошлись трижды на бис, но мельхиоровые ложки в руках у Юрика замерли, а руки опустились, лишь только он встретился глазами с риной оробами. Та сидела неподвижно, взгляд ее был шершавым, твердым и серым, как гранит парапета на набережной Москвы веки. И вот, что прочел Юрик в этом взгляде. Твой отец, патриот и труженик, работал на Камчатке, в тяжелых условиях, не доедал, не досыпал, а ты, троечник, живешь в центре Москвы, на всем готовом. И чем же занят ты, не отличающий Северной Америки от Южной, гадающий, что такое Монтевидео и с чем его едят? Ты выступиваешь, какой-то дикий танец на двух мельхиоровых ложках, который Смирнов достал тебе из кухонного шкафа, потому что никаким музыкальным инструментом ты не владеешь. Ну ладно, Борисов, он хоть на вояне играет и учится не в пример тебе. Волконский у нас вообще талант по всем предметам, кроме физкультуры. Он и в джазе ударник, а ты? На чем играешь ты, лошкарь-одиночка? Кому нужны твои ложки? Этот жалкий довесок к тарелочкам и барабану, а главное, репертуар. Какую музыку вы пропагандируете со школьной сцены? На чью мельницу льете воду? Позор! Я этого так не оставлю. После каникул соберем классное собрание, пригласим Юрию Константиновну, пригласим пионерское руководство и прикроем вашу ламочку перед лицом своих товарищей. Вскоре после зимних каникул наша классная руководительница Наталья Матвеевна предупредила, что у нас будет собрание с участием директора, завучей, старшей пионер-важатой. Директор школы Юлия Константиновна, бывшая фронтовичка, пулеметчица, с виду была боевой и грозной. Каждое утро в 8.00 она вставала в школьных дверях, лично приветствуя всех входящих. До 8.15 она приветливо улыбалась, особенно малышам. После 8.15 просто стояла, как обыкновенная женщина. Но ближе к 8.30 начала урока лицо ее принимало строгое выражение, а с 8.30 грозное. Опоздавшие попадали к ней прямо в руки. Но слишком долго стоять в дверях Юлия Константиновна не хотел, и в 8.45 покидал свой пост. Вот тогда, минуя директора, в школу просачивались самые злостные опоздальщики, такие как Юлия. В собрании же было после урока, и на нем присутствовали все. Позвали даже Блюменфельда, хоть он и был классом старше, наверное, как члена совета дружины, и знаменосца, чей слух был взлелеен светлыми похрюкиваниями горно слева и оттренирован сухой дробью барабана справа. Вначале Наталья Матвеевна сказала, что коллектив у нас в целом хороший, есть инициативные ребята, но они, к сожалению, иногда страдают провалами вкуса. Так она выразилась, провалами вкуса. А над ошибками надо работать. И все поняли, кого она имеет в виду, кого она вроде бы и поругала, но поругала мягко, подружиться. Потом выступила Пеночкина, очень красивая молодая женщина, в пышной белой кофточке, с большим пионерским галстуком на груди. Пеночкина просто кипела негодованием. Она назвала наше новогоднее выступление самовольным, безответственным, насаждающим дурной вкус. Она ополчилась не только на наш джаз, а на джаз вообще, как новопиющее неприличие. Что вы играете, горячилась она, почему-то глядя на Брюменфельда, видимо, ища поддержки у него, знатока и ценителя пионерской музыки. Но Брюма поддержки ей не оказалась. Школьный джаз ему понравился, особенно джунгль уругвая. А на вопрос, что вы играете, он всегда мог бы ответить, я лично ничего не играю, я знамя выношу. Нет, пусть каждый выскажет свое отношение к случившемуся, каждый, настаивая Пеночкина, а виновные пусть дадут ответ перед лицом своих товарищей. И тогда все потупились, а в классе наступила какая-то вязкая тишина. Каждый боялся за себя, за то, что спросят именно его. А что ему ответить? На концерте он радовался, хлопал, свистел, кричал вместе со всеми, бис, а сейчас должен осуждать то, что приветствовал. Ну что же вы молчите? Где ваше гражданское мужество? Спрашивала Пеночкина, косясь теперь на Рину Ароновну, хотя, говорит, призывала вовсе не ее, а ребят. Рина Ароновна это понимала и одобрительно покачивала головой. Ей нравилось, как принципиально повернуло собрание старшая пионер-важатая, отставив в сторону классную руководительницу, слишком мягкотелую, занимавшуюся явным попустительством. Но Наталья Матвеевна не дала себя так просто отодвинуть. Видимо, ее представление о гражданском мужестве не совпадало с мнением пионер-важатого. Разве гражданское мужество это ругать то, что тебе нравится? Это не мужество, а малодушие, не мужество, а лицемерие. Но спорить с Пеночкиной в присутствии класса Наталья Матвеевна не могла, поэтому она сказала, пока ребята думают, может быть, Юлия Константиновна хочет что-то сказать. «Хочу», ответила директор. Она встала, сделав такой решительный жест, каким революционные ораторы обычно сопровождали конец выступления и обратилась ко всем с речью в защиту классического искусства. «Вы живете в самом центре Москвы, все к вашим услугам, театры, концертные залы, музеи, лучшие образцы вояний, живописи, зодчества, на которых воспитывается художественный вкус. Люди, чтобы посетить Третьяковскую галерею, из Владивостока летят, с Камчатки, через всю страну, а вам каменный мост перейти лень. Скажите, сколько раз вы были в Третьяковской галереи? Один? Два? А когда последний? В первом классе? Я знаю, что у вас есть музыкально одаренные ребята, но надо же расширять кругозор. Яснецкий, сколько раз ты был в Третьяковке? Не помню, соврал Юрик, хотя на самом деле хорошо помнил, что ни разу. Ну ладно, Яснецкий, он у нас новенький, уступила Юлия Константиновна. Ну а вы, коренные москвичи, Валерий, ты бывал в Третьяковской галереи? Валерка, раскачиваясь, как медвежонок, потянулся вверх из берлоги, на ходу запихивая гимнастерку под ремень и расплылся в смущенной улыбке. Не доводилось. А тебе, Борисов, доводилось? Сколько раз ты посетил лучшую галерею Советского Союза? Раза два уклонился от точного ответа Колобок, боясь обсчитаться. Два раза за всю жизнь позор досталось на Орехи-Колобку, хотя по сравнению с Валеркиным нулем его раза два было бесконечно много. Для вас крупнейший искусствовед устраивают бесплатные лектории, хотят приобщить вас к мировым шедеврам, детально обсуждают каждое полотно, а вы и ухом не ведете. Юра, дай слово, что в ближайшие дни со всем джазом ты посетишь Третьяковскую галерею и расскажешь мне о своих впечатлениях. Хорошо, согласился Комчегал. Анатолия Матвеевна радовалась тому, что с разговора о гражданском мужестве Юлия Константиновна перевела речь на художественное воспитание. Получалось, что в исправлении своих ошибок Юрик и все мы обязались посетить музей. Это стало наказанием. А совсем не то, к чему клонила Пеночкина. Та требовала осуждения. Поведя собрание как прокурор, она вызвала в каждом чувство страха. А выступление директора страх развеяло. Конечно, вкус надо развивать. Кругозор расширять, кто спорит. Музыка музыкой, но и живопись хорошее дело. Ну, влипли, сказал Волканю после собрания. Почему? Не понял Юрий. Ты бывал в Среди Горьки? Там же пятьдесят два зала. Девочка с персиками. В Третьяковскую галерею мы отправились в ближайшее воскресенье с утра. По дороге купили мороженое и посадили Юрика в сугроб. Первый же экспонат два железных футболиста во дворе ребятам понравился. Скульптор изобразил нападающего и защитника в борьбе за мяч. При этом два игрока как фокусники держались на одной ноге. Остальные были в воздухе. Спорт плюс инженерный расчет. Этот фокус вместо искусства произвел на весь джаз впечатление неизгладимое. Но когда из гардероба нас направили в зал икон, Юрик сильно поскучнел. Все иконы показались ему одинаково тусклыми, неподвижными и печальными. Только возле троицы Рублева какая-то сила ненадолго его задержала. Колобок же смотрел иконы с интересом, а волками даже со знанием дела. Чувствовалось, что он тут не первый раз. По залам, представлявшим русское искусство XVIII века, мы проследовали не спеша. Запомнились портреты царей, цариц, расшитые золотом конзолы, густо усыпанные орденами, перешли к XIX веку. Колобок сразу разулыбался, как только увидел, грачи прилетели с Аврасова. Он даже крикнул, показав рукой, грачи прилетели и смутился по краснею. Колобок хорошо помнил эту картину при продукции в родной речи, а здесь встретился с подлинником. Никак не мог оторваться он и от утра в сосновом бару Шишкина. Была бы его воля, он полез бы по словному стволу вместе с медвежатами. Дивление Христа народу поразило всех своей громадностью. Трех богатырей узнали и издали. Да и Левитан тоже попадался прежде в репродукциях. А у нас в семье хранился старый альбом, в котором каждый левитановский пейзаж был лишь слегка подклеен сверху крыхлой желтой странички и закрыт листом папиросной бумаги, которую я любил даже не приподнимать, а сдувать, как пенку с молоком. Самое интересное оказалось встречать уже известные произведения. Одно дело видеть их на коробках конфет, в альбомах или на фантиках, а другое в оригиналах, на тех самых холстах, по которым художник водил кистью. В общем, девятнадцатый век нам понравился, но впечатления уже не умещались в голове. К двадцатому веку картины на стенах начали сливаться в одну разноцветную мешанину. Пейзажи наползали на портреты, заслонялись жанровыми сценками, на них громоздились сказочные сюжеты. Полотна плыли перед глазами, смазываясь, потому что ум их не воспринимал, а ноги шли все быстрее, быстрее, перегоняя бесчисленные экскурсии, толпившиеся в каждом зале. Наконец колобок остановился, протер кулаками глаза и сказал «Ребят, я домой хочу, и я», признался Юли, «я вас предупреждал», напомнил волками, «почему-то никто из нас не задумался о том, к какой именно мере наказания приговорила школьных музыкантов Юлия Константиновна, может быть, к щадящей пройти пять-шесть залов и домой». Нет, осужденные решили, что к высшей внимательно осмотреть всю галерею. И тут мы заметили группу школьников, плотно стоявшую возле одной из картины. Юрик просочился вперед и увидел Зинулю из нашей школы. Он слышал, что она посещает какой-то лекторий. Наверное, это он и был. А лекцию читал не иначе, как научный сотрудник, бородатый бедуля, собравший вокруг себя небольшого, собравший ребят вокруг небольшого портрета. С портрета смотрела девочка в розовой корточке. Ничего особенного, обыкновенная девчонка за столом. Мельком взглянуть и пойти дальше, как мы до сих пор и делали. И вот результат. За полтора часа уже, наверное, залов тридцать отмахали, а этот лекторий стоял, как вкопанный, возле одной девчонки и слушал бородача. Смотрите, стол взят с угла, а фигура девочки в пространстве, которое строится по диагонали. Мы глядим на нее как бы сбоку, немного сверху. На груди у веруши темное пятно бантика, а на нем красное пятно цветка. Это придает портрету декоративность, но тонкую, не бьющую в глаза. Вы понимаете? Не бьющую в глаза. В этом проявляется вкус художника. Когда Серов создавал свою девочку с персиками, картина представлялась ему окном в мир, полный воздуха и света и розовая воспринималась как основа колорита, вызывая отклики зеленого тона. Зинуля стояла с блокнотом и конспектировала все, что говорилось искусствоведам. «Привет!» прошептал Юрик, пролезая справа от нее. «Привет!» повторил колобок, протискиваясь слева. «Ты че тут делаешь?» «А вы?» «Нас Юлия Константиновна прислала в наказание, а тебя что?» «Я сама хожу». Колобок присвистнул и покосился на блокнот. Там мелким почерком была записана целая лекция по одной картине. «Ну, ты как аспирантка», сказал Юрик иронически, «Тебе что, время делать некуда?» «Сколько ты тут торчишь?» «Не знаю, давно». «А мы уже залов тридцать проскакали. Есть разница?» «Ну, и что вы усвоили?» «Что надо, то и усвоили». Этот лекторий ужасно нас развеселил. Прийти в музей ради одной единственной девочки с персиками? «Да мы за то же время все иконы пересмотрели, все царские портреты, все эти пейзажи. Правда, разные художники уже в голове путаются». «Я не все помню, что мы видели, а вы спрашивает колобок. Всего не упомнишь, успокаивает волками. Главное уловить колорит. Слышал, что борода говорил? А снова колорит. А что это интересуется Юрих? Цветовая гамма. Ты понял, камчедал? Бывает гамма в музыке дор эми, а бывает цветовая. Красный же, оранжевый, желтый. От того, как их смешивать, колорит зависит. Откуда ты все знаешь? А этот не первый раз, а какой? Второй слукавил в алкане, чтобы не уделяться. Оставшиеся залы мы преодолели в тенте спортивной ходьбы, с любопытством притормаживая только у приборов, измерявших влажность помещения. А как здорово было выбежать в отбор, поиграть в снежки и напоследок залетить хорошенько в железного футболиста. Пришел понедельник, и Юрик рапортовал Юлии Константиновне, что ее приговор приведен в исполнение. В галереи были, видели все. И каковы же твои впечатления? Впечатлений масса, ответил Камчегал. Ну, там иконы всякие, портреты, экскурсий полно. Это общее мнение, а более конкретно. А более конкретно. И тут Юрик вспомнил про лекторию, которая его так рассмешила, про эту девчонку с персиками, сидевшую за столом в розовой кофточке. И почему-то именно ее темный бац и красный цветок, которых он поначалу и не заметил, конкретно всплыли в памяти, оттесняя сказочные мотивы, дворцы и партии, парадные портреты, золотые камзолы, ордена. «Было уборщица» из Академии Фронзе, прирожденная Солоха, задумала сдавать на ночь грузинам комнату, в которой жила сама. Вечером туда, утром обратно по темному коридору не без смущения засновали южные мужчины с коротко стриженными усиками и огромными черными чемоданами мандарин, а сквозь щелку вдвии, как маяк, светил им глаз темпераментной уборщицы квартира выразила ей свой протест. Однажды Гришка Горняк крепкий, румяный малый хрестался в подъезде со своей мамашей в районе между двумя дверьми тонкими творениями русского модерна. Он молча, она вопя на всю округу. Они били друг друга по щекам, а поскольку каждый мечтал оставить последнюю пощечину за собой, никак не могли остановиться. Разнять их звали отца полковника в отставке, но он предпочитал гонять в шары на бильярде дома ученых и не вмешиваться в семейные отношения, прерывая честную ссору лицемерным перемирием. Когда-то на парадной лестнице мне встречался пожилой благообразный господин с седой бородкой клинышком, как у премьер-министра Булганина, и непременно в шляпе фетровой или соломенной зимой он носил меховой пирожок, похожий на большую пилотку. Я знал, что это пейзажист Александр Куприн из дореволюционного общества художников Бубновый Валет. Маме хотелось думать, что он родной брат ее любимого писателя. Позже выяснилось, что это маловероятно по двум причинам. Во-вторых, писатель тоже был Александром, вряд ли в одной семье двух сыновей назвали бы одинаково. А во-первых, папу писателя звали Иваном, а папу художника Василием. При встрече Александр Васильевич всегда улыбался и со старомодным почтением приподнимал за тулю шляпу или пирожок. Однажды он пригласил маму и меня в свою мастерскую, где играл нам на крохотном самодельном органчике что-то бесконечно переливавшееся и не имевшее никакого отношения к происходившему вокруг. По радио и во всех газетах неожиданно разоблачили клику Тито предателей ревизионистов, но еще неожиданней было разоблачение внутренних врагов предателей и врачей. Стало ясно, что теперь врачам не поздоровится. Потом разоблачили предателей чекистов во главе с английским шпионом Берии. Потом разоблачили не то чтобы самого, но культ его личности. Потом с боем взяли Будапешт и разоблачили премьер-министра Венгрии изменника Инли Наги. А навстречу мне по лестнице спускался насупленный, погруженный в себя сосед с четвертого этажа художник Фальк. Он не только не улыбался, но, кажется, вовсе меня не замечал, пока его жена говорила по единственному в доме телефону, стоявшему на юро в вестибюле, и потому не столько говорила, сколько односложно отвечала. Да, да, это ужасно, это ужасно было время, когда известное мне семейство бобовых пополнилось новым членом. Всюду появился китайский арахис, и всех умиляло то, что в серой сухой скорлупке с перетяжкой посредине умещаются два орешка, не один, а два, к тому же скорлупа легко шелушилась. Народ обувался в китайские кеды, а произносил кеты, в моду вошел пинга-понга, и я, не умея играть, учил на круглом обеденном столе новому виду спорта нямю Филипповну. Китайский фильм «Отрубим лапу дьяволу» поражал революционностью призыва и признанием того, что нечистая сила существует. Было время, когда к праздникам готовились за годи, я терпеливо выстаивал с Филипповной бесконечные очереди в Бакалею за рассыпчатой белой мукой, за вязкими кислыми палочками в сероватой обертке, которой няня называлась подчеркнутым ударением дрожжи, и казалось, что тесто от них должно дрожать. Вместе стояли мы за сахарным песком или творогом, не только потому, что меня некуда было деть, но и потому, что на одного человека давали кило, а на двоих два. Пуще всего очередь начинала бушевать и содрогаться, если что-нибудь ценное кончалось, сахар, мука или те же дрожжи, а желающих было хоть отбавляем. Касса не пробивайте, пробивайте, мне уже взвесили. Дуся, почему два тела в одни руки? Этому не давайте, он не занимал. Я занимал, но отошел. Все, последний пакет больше нету. Ну и слава тебе, Господи, отмучились, когда по всему нашему дому хозяйки ставили тесто в кастрюлях и ведрах, укутывали его одеялами, подвигали ближе к теплу под батареей, чтобы быстрее подходил, и оно начинало свою медленную сдобную работу роста, поднимая крышки, выползаясь под них вязкими желтыми языками. Его осаживали, но упорная дрожжевая сила снова толкала его вверх. Потом в жаркой темноте духовок долго зрели пахучие пышные пироги, с изюмом, орехами, капустой, лесочным маком, ванилью, корицей и весь дом наполнялся знойным, сладковатым ароматом, хорошей пекарной, чем-то тропическим, эквакериальным. Так жизнь ушла. Ушла невозвратно, но как бы хотелось, чтобы не бесследно, чтобы к приметам, оставленным по себе другими, добавился и твой опыт. Она достойна того, чтобы сберечь ее в памяти, в слой, звуки, краски, хотя бы потому, что эта жизнь наша, единственная, такая, какая была. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Ну что, спасибо большое всем, что пришло, посидел, посидел. АПЛОДИСМЕНТОР 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 Здрасте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо